Всем здравствуйте! Сегодня на моем канале видео обзор инструмента, который еще не был в объективе моих камер. Речь пойдет сегодня о сучкорезе. В данном случае это сучкорез, стафор, итальянский сучкорез. Ну уже из названия понятно, что сучкорез это инструмент для обрезки сучков, как бы понимается. Но на самом деле это большой секатор. Благодаря конструкции длинных ручек он может обрезать не только тонкие, но и довольно толстые ветки, которые не под силу обрезать обычным маленьким секатором. Причем сучкорезом можно обрезать не только живые ветки, но и сухие. Ну и естественно толщина их тоже намного больше, нежели у обычного секатора. Благодаря длинным ручкам получается как бы возможность получить, знаете, Архимед говорил, дайте мне точку, по-моему Архимед говорил, что дайте мне точку опоры, и я опрокину мир. Здесь тоже точка опоры, длинные рычаги и как результат очень хорошо резать. Ну давайте я поставлю камеру на штатив и немножко по секатору пройдусь. Теперь по поводу конструкции секатора. Благодаря тому, что это бренд, благодаря тому, что итальянский секатор, здесь используются качественные материалы, поэтому в конечном результате получается довольно хороший качественный инструмент. По сути это обводной секатор, сучкорез простите, о секаторах я уже снимал видео, ссылку дам на этот ролик в конце данного видео. И здесь тоже по принципу обводного секатора, обводной сучкорез, то есть лезвие, которое режет, нижняя губа, на которую опирается ветка, и здесь происходит срезание сучка ветки сухой или зеленой. Хочу обратить внимание, что вот здесь на нижней губе сделан такой паз. Благодаря этому не забивается грязью, соком, сухими какими-то опилками, влажными опилками сучкорез и им удобнее резать. Все скреплено вот таким вот закаленным болтом, чтобы гайка не раскручивалась. Здесь есть такое штопорное кольцо. Все разбирается довольно легко, просто. Вот здесь такая вот, как бы я не знаю, как это назвать, шпинди или как. Чтобы у вас секатор не раскрывался там до максимума максимума, здесь он как бы выполняет роль штопора. Ну, я думаю, что ветка вот на два пальца толщиной сюда помещается. Опять же, чтобы почистить, разобрать, смазать все детали, здесь можно открутить. Это тоже можно все открутить, поснимать. Разбирается очень хорошо. Плюс, когда вы делаете обрезку, то после того, как ветка обрезана, по инерции, вы же прикладываете усилие, секатор смыкается. Чтобы смягчить удар, здесь вот есть две резинки, они выполняют роль смягчения при ударе. Ручки алюминиевые, здесь очень удобный такой нескользящий пластик, удобно лежит все в руке, мне как бы нравится. Теперь давайте перейдем от теории. Вот здесь написано стафор, сделано виталий, здесь тоже уже не здесь рисунок, а здесь уже выдавлено на алюминии, тоже стафор, сделано виталий. Ну, теперь давайте я перейду к тесту на ветке, что он покажет, как себя покажет. Итак, здесь у меня абрикосовая ветка, толщина ее здесь 2 см, но эти 2 см тянутся, наверное, примерно до сюда. Ну, и сейчас я попробую эти 2 см обрезать при помощи секатора стафор. Ну, давайте я начну, как бы упираюсь в ветку, самое начало лезвия. Это, как бы, самый такой, знаете, легкий рез. Ну, и пробую. Ну, вообще я не ощущаю. Теперь давайте сделаю рез, опирая ветку здесь по центру. То есть посредине, извините, посредине лезвия. Это, как бы, сложнее, да, получается. Чуть-чуть сложнее, но на самом деле режет секатор очень хорошо. Хороший срез. Но я смотрю, здесь немножко, как бы, такой легкий это замин или что. Ну, я сейчас еще раз обрежу, чтобы я, как бы, не сомневался ни в чем. Да, здесь такой, как бы, легкий замин, но не критично. Обрезать ветку можно. А теперь мне интересно, как секатор себя поведет. Можно ли им срезать на кольцо. Сейчас я переставлю камеру и вам продемонстрирую. Собственно, обрезал я довольно неплохо, практически на кольцо. Ну, вот здесь, как бы, немножко, как бы, чуть-чуть за большой пенечек. Но нужно учитывать тот момент, что, во-первых, сучкорез это довольно грубый инструмент. Секатором обычным сделал бы я намного лучше. Но, опять же, у меня ветка просто висит над землей. Здесь, вот, 10 сантиметров. Возможно, нужно поставить под другим углом сучкорез и произойдет более качественный срез в плане на кольцо. А так, срезано все идеально, никаких замин, ничего нет. Это, как бы, нужно брать во внимание, потому что ветка на дереве, то можно подобрать другой угол, поставить секатор и рез будет намного лучше. Ну, а и так, в принципе, мне довольно нравится. Ну, а теперь резюме по поводу сучкореза. Сучкорез создан для выполнения определенных задач и для выполнения определенного объема работы. Поэтому требовать от него больше или меньше, это, как бы, бессмысленно. Для своих задач он идеальный, работает идеально. Замечаний к этому секатору у меня нет. Поэтому, если у вас есть необходимость в наличии такого инструмента, конечно же, можно покупать и смело работать. Сделано людьми, сделано для людей. Это мое мнение. Хочу еще отметить, что данный сучкорез дан для обзора компанией Клуб Рослым. Ссылка на продавца на раздел сучкорезы будет внизу, в описании к данному видео. Заходите, смотрите, изучайте, кому нужно, покупайте. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.